всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очень важный очень такой всеобъемлющее видео конечно об этих мыслях я говорю постоянно все мои ролики все мои мысли плюс-минус в разных видео пересекаются но когда приходит время я посвящаю ролик какой-то определенной теме чтобы уже там можно сказать все все мысли которые где-то кусочками где-то по значкам и по описаниям по названию видео непонятно о чем что внутри может быть что-то больше раскрытая мысли какие-то отделяю в отдельные видео да вот сегодня видео я назвал разделяя властвуй название есть точно не придумал всеобъемлющая любовь или любовь никого не делит но как-то так на значке увидите на заднем фоне я поставил картинку изображение вавилонской башни вообще о чем сегодняшнее видео но она в себе о всеобъемлющий любви о том что бог есть свет и в нем нет никакой тьмы о том что бог это абсолютная любовь и нет в нее никакой ненависти и зла о том что бог любовь она никого ни на что не делит по плоти да ну и можно сказать по духу сейчас мы об этом поговорим поговорим мы сегодня о развлечениях очень важно не путать разделение и различие и поговорим о том что действительно мы должны разделять а что нет и вообще вот это понятие кто знает еще древние до разделяя властвую и считается что это понятие и мировоззрение дьявола да ну в людях пребывающие людьми исповедующие хочешь над кем-то господствовать раздели людей и обязательно ту группу которая делится ты обязательно возглавишь чтобы бороться с другой группой да это очень важно вот сегодня всех этих разговорах мы поговорим всех этих мыслях мы поговорим но самое важное будет в конце вот эту простую очень важную истину суть бытия благо бытия вы должны уяснить я скажу о ней в начале тезисно кого это интересует тот досмотрит видео до конца в конце как всегда чуть чуть более так пожую как я это люблю делать чтобы уже вопросов не осталось любовь тезис к семейших к сегодняшнему видео что бог любовь а это одно и она никого ни на что не делит любовь одна она всегда проявляется одинаково ко всем по сущности она любит все любовь либо есть либо ее нет а вот дела любви ко всему божьему творению ко всему миру вокруг меня лично каждого вот окружающего до мир крутится вокруг меня как говорят да это действительно так вот моя любовь в делах она ко всему миру к объектам этой любви мир очень разнообразный появляет проявляется конечно же по-разному но от этого любовь она не становится разной она никого не делит у любви нет никакой никаких весов ничто на эти чаши весов она никогда не кладет это вот тезис ну а теперь поговорим во первых по поводу вавилонской башни но люди знакомы из библии знают о чем речь может быть не понимая конечно всех духовных смыслов это реальные события бывшие в истории я кратко скажу даже не буду вам зачитывать чтобы этот ролик устраивать конечно вам советую поудобнее потому что или чем-то заниматься потому что ролик как себя будет длинный но я с твоих видео всегда стараюсь раскрыть полноту истины чтобы ни у кого не осталось больше никаких вопросов зачитывать все дословно я вам не буду напомню в общих чертах да люди решили строить башню до небес дотянуться до богу возвыситься даже над богом да и якобы бог сходит и смешивает чем же люди занимаются решил бог посмотреть оказалось что они занимаются как всегда злыми делами да все будем до гордыню свою на пьедестал почета вознести ну якобы бог смешивает языки разделяет людей не там смешивать слово такое все переводы кто понимает как библия писалась переводилась перед толковость тот знает уже как читать ее надо да вот на самом деле бог никакого зла не творит и все вот это разделение языках или смешение языков так называемых появление казалось бы как у народа там у одного строящего башню вдруг тут стали языки меняться да суть конечно прежде всего духовный смысл ну и по плоти мы видим и все на разных языках разговариваем но это все образы до образа того что люди просто перестали понимать друг друга а почему они перестали понимать друг другу потому что охладевала любовь как в книге откровения и у павла есть такая фраза такая мысль то что в последние времена будет можно сказать ад на земле до при всей внешней красоте изобилий даже будет выходить и жениться замуж да ну охладеет любовь во многих на самом деле любви никакой настоящей не будет вот и здесь происходило то же самое люди каждый хотел своего никого не любил именно в этом там духовный глубокий смысл это вот разделение языков это непонимание друг друга непонимание происходит как тот же самый апостол павел писал разногласия от разногласия разномыслие да и и не единодушие да и в небесном царстве мы все будем единодушны единомыслены да то есть единой в познании любви это очень важно понимать да вот это вот вавилонская башня очень хороший символ так скажем да я его специально для ролика взял это вот разделение да не понимать на самом деле основа конечно не просто язык это не просто там они то что стали один на китайском другом американцам американского на самом деле было разделение в чем в том что люди становились все злее и злее соответственно это антипод любви то есть охладевала любовь это разделяло людей то что люди потом по плоти языки разные стали получать так скажем и друг друга не живя рядом не общаясь на самом деле стали появляться просто различие эти различия превратились в разделение вот такой смысл да именно его я взял за основание сейчас хочу перейти к теме развлечения не путайте вот разделение и развлечение бог сотворил мир или с хотите есть вот другая иллюстрация у меня до раскрылся своей вечности в своей спирали божье вечно скручивающий развертывающийся бог раскрылся во всем мироздании своих развлечениях именно это очень важно понимать что бог прекрасен и вообще мир прекрасен вообще слова красота это принципе синоним слову бесконечное опять вечные развлечения мир прекрасен в своем разнообразии это очень важно понимать вы знаете как меня религиозники тыкают люди не познавшие истину люди невежды в познании истины да вот в том что красота начинает там тыкать за татуировки за там какие-то вещи тыкует просто за там за внешность да за голос там да еще за что-то это люди просто вот вот не понимают этих элементарных вещей различие и разделение это очень важно разделять мы сейчас поговорим что человек обязан в своей жизни да ну забегая вперед скажу тьму от света добро от зла это нужно разделять а различия то что у одних волосы красные других белые третьих черные до черный ты или белый или краснокожие желтокожие до маленького ты роста или большого это не имеет никакого значения на каком-то даже языке говоришь на каком континенте ты живешь в различиях в творчестве бог есть творец творчество это прекрасно творчество прекрасные божьи изначально сотворенном бытие творчество прекрасно что человек по образу подобию своего родителя творца все время творит когда укоряет людей за то что они что-то делают что якобы все люди должны по православным там монахам да и католическим в мешок из-под картошки одеться да и быть все время смурными и да все красота вся эта там косметика все это дьявол это конечно все чепуха бог это красота красота это различие это многообразие различий это важно понимать поэтому конечно когда мы судим по плоти человека мир там да это огромная ошибка это ошибка которая ведет человека на дно ада судить человека негативных нематова относиться к человеку животному да там к природе только потому что она не такая природа красивая и море красивая и речка красиво их нельзя взвешивать ты никогда не сможешь на чаше весов повесить положить на разные чаше весов речку и море прекрасные то и то в своем различии тебе ты любишь это о чем мы сегодня говорим ты любишь и море ты любишь и речку и ты не готов их поменять друг на друга от чего-то отказаться мать которую пять детей любит их всех одинаково который 25 любит этих 25 всех одинаково и не готовы ни от кого отказаться ну настоящий родитель который любит а мать отец да вот любой человек в доме любит любую свою вещь апостол павел как-то от церкви так а люди говорил что мы все тело да в принципе все мироздание то есть божье тело бог раскрылся все таки во всем будет кто же ненавидит свое тело и кто будет готов сказать что-то низин сему не нужен хотя он не такой как глаз казалось бы глаз это 97 процентов там 95 процентов информации мы потребляем именно через зрение люди но вроде так как ученые говорят не суть важно сколько они правы в этих процентах вот но кто готов отказаться от мизинца своего кто готов отказаться от уха если через него мы там меньше информации потребляем ну кто кто готов от носа от языка до от ногти от какого-то своего отказаться которым ты что-то скребешь он тебе тоже нужен да он не глаз да он не язык которым ты говоришь но он тебе тоже нужен ты разве можешь от нее отказаться нет вот конечно же вот это вот различие и знаете я к чему все тоже хочу сказать очень важно этот блок подвести сколько слышишь все время кто знает как я сильно протестую борюсь этим патриотизмом вот с этой национальной гордостью что там у евреев было с этим избранностью что русский каждый народ с этим насытца американцы русские китайцы вот когда вот этот бред слышите сейчас я объясню кто-то мне может штыкнуть знаю как я говорю там православные католики мы сейчас все это разберем да вот во первых дух очень важно и и и и ощущается это и вы сами все это всегда знаете одно дело сказать по-доброму да мы все разные у нас есть какие-то определения белый цвет красный черный зеленый в принципе да мы все разделены на время в каком-то разнообразии мы в нем так скажем зафиксированы вот есть белокожи черную кожу не может черную просто так на кожу на белую поменять хотя в будущих мирах мы можем быть кем угодно и меняться ежедневно то считаешь как и в этой жизни при желании можно менять и кожи цвет да мы дошли до этого правда через сложные там научные все эти дела да хотя в будущем мире мы можем просто подумать как все с фантастических фильмах показывают и ты просто бац у тебя там прическа поменялась бац там цвет поменялся как все в компьютерных играх происходит все это будет в будущем мире мы действительно можем да сейчас целая проблема себе татуировку там сделать сколько труда надо и усилий денег времени более испытать да то в будущем мире ты просто захотел это стал другим на те другие рисунки ты в другой одежде в другой форме в другом вообще ты идешь как человек через секунду захотел побежал как леопард через две секунды добежав до моря прыгнув в полете превратившись в дельфина и тут же нырнул и по морю там поплавал до будущий мир прекрасен своей необъятностью разнообразием и все дозволенностью до наслаждение кроме причинения кому-либо зла в разнообразии в бесконечном разнообразии форм цветов и всего на свете да вот все это доставляет человеку радость счастье через наслаждение этими удовольствиями до видением созерцанием ощущением переживанием этих прекрасных чувств от наслаждения то что и меняешься вокруг все меняется да у нас не будет ни домов не квартир до нибудь не надо за что переживать мы даже в питании не будем иметь нужду и будем потреблять продукты до получая вкусовое удовольствие только для радости не для нужды продления жизни да ибо все будем вечны по сути мы и так вечно но живем в матрице выйдя из этой матрицы будем в настоящем бытие уже вот поэтому это очень важный когда вот в этой слышите я когда такой слышу мне прям блевать тянет да вот там мы там русские с нами бог там и особенный да вот русский народ знаете вот казалось бы есть там великие даже мыслители там какие-то ученые там писатели типа достоевского которых там восхваляет блин он же тоже вот фанатик этого русского был какой-то русский народ вечно не все вот это особенно когда вы это слышите честно вам скажу бегите от этих людей от этих мыслей ничего доброго они никогда вас не доведут до совершенства никогда это все время будет где-то прослеживаться это все чужое это чужое божественной природе бог раскрылся в красно в красоте не для того чтобы его разделили лишь для радости вот этого бесконечного разнообразия бытия который доставляет нам удовольствие вот и все все эти разделения по плоти это все от дьявола мир прекрасен как раз в этом разнообразии мне вот познавшему истину не только в этой жизни душа то я древний это понятно да я всегда еще с детства с юности всегда мне казалось мне казались красивыми китайцы и японцы и американцы все какие-то разные все такие необычные это здорово и всегда понимал что мир прекрасен и так и сякой речка и море да и озеро и болото все по-своему прекрасно никогда я ничего не делил целом как здорово чтобы мы жили без границ каких-то до без вот этих вот фобий да это ужасно примеров можно миллион приводить я думаю вы прекрасно понимаете о чем я говорю все вот это вы слышите от каждый день с рупоров какой-нибудь дерьмо пропаганды по телевизорам сейчас все это в интернете интернет уже давно превратилась в такую же помойку в том плане доступность и всем там вот туда уже давно и телевизор и зомбоящики пропаганды и дети дьявола естественно там прибывают вот все вот это вот когда вы слышите в таком вот духе слово то можно это употреблять русский американец как мы употребляем мы разделили да в этом плане бог разделен до белый цвет от синего синие от красного белого цела чеках такого не существует да поэтому бог есть свет и бог я всегда символ белого белого не существует белый раскрывается то знает белый это спектр всех цветов да вот это действительно вот во всем этим видим божественную природу и бога всячески во всем вот но красный отделен от синего синие от желтого яблока от груши да хотя можно смешать получается как там этот называется люблю я тоже когда яблоко с грушей смешанная дюше как ну вы знаете да то есть это доброе развлечение просто имена и название вот и все здесь конечно нет ничего плохого в этой жизни ты родился русским другой американцам то женщины то мужчины это не суть все это разделение пополам мужчина от женщины дети от стариков там ученые от и от людей простых там до богаты от бедных это вообще тут понятно все это да вот все эти разделения по полу родители от соседней бабушки на это все это разделение мои дети не мои дети мои родители или чужие родители это все не от бога ну да у нас есть родители по плоти но это лишь разделение просто плотская это не значит что ты своих родителей должен любить больше или меньше чем там соседского дядю стёпу который тебе якобы по плоти не родитель я сейчас об этом более подробно буду говорить о делах любви это естественно что мы просто контакт чем с теми людьми кто нас окружает ближе будем но я надеюсь это мысль понятно не путайте никогда различия красоту вот эту в разнообразии бог прекрасен в разнообразии мир прекрасен в развлечении и в разнообразии в этом в этом творчестве все творчество что творят люди это прекрасно никогда не судите никого за это за красоту за творение чего-то как горит твой бог мир прекрасным создал ты что храм бог тебя создал прекрасным что ты там ну тогда не одевайтесь вообще не одевайтесь в разную одежду все кто карета тут татухи зайдешь к ним на на страничку что-то ты разный везде разные фотографии раз надежда чего-то не ходишь до в одной рубашке от овощей голышом бог тебя прекрасным таким создал зачем ты украшаешь себя зачем-то в доме чуть покупаешь ремонт делаешь до какую-то картину решил какой-то стаканчик купил до чуть-чуть все не серо-черно-белая эти люди сами не понимают что и говорят они не достигли познания истины красота и все творчество которое проявлять это не потому что искажает божественную природу он играется как дети играются в игрушки которые дали им родители разве родители говорят что-то эти дал чистый листок бумаги да и 25 цветных карандашей но ты ничего не делай просто сиди на них смотри лист белый формата 4 прекрасен сам себе карандаши который я тебе сделал и дал это все я сделал ни в коем случае не вздумай что-то творить зачем тогда это люди просто невежды невежды в познании истины да я двою даю своему ребеночку чистый лист и 25 цветных карандашей только для того чтобы он чего-нибудь сотворил из этого листа хочет пусть сделает самолетик ничего не рисуя до какой-нибудь зверушку там за которую дергаешь оригами какой-нибудь да мы это и делаем это в природе человека потому что человек чадо божье образ его и подобие кого творца любое творчество будет давать еще больше обилие изобилие разнообразия каждый человек уникален дает 20 человеком нарисовать одно и то же они все это нарисует по-разному я надеюсь это понятно ни в коем случае в голове своей а потом в жизни а потом другим не говорить что творчество это зло что развлечение это что-то не говорите никогда в таком вот духе не употребляйте таких слов и вот эти все мысли там раз мы русские заметьте все эти фразы что бог как бы любит нас потому что мы русский или еврей или еще что-то да какая разница русский ты или не русский где это граница люди нарисовали все эти границы где там русский а русский с каких пор он русским стал да когда-то вся там центральная европа поделенная было и не так поделенные русские с русским так называемый сейчас современный в прошлом их не отцы друг другу глотки резали нещадно что такое русский вот это все чушь когда вы слышите когда на плоть ссылаются на плоть да вот это наши наши что-то там предки там еще это все чепуха ты все от дьявола вы никогда не постигните полноту истину вы никогда не будьте в небесном царство что небесное царство это царство всеобъемлющий полной любви никого ни на что не разделяющий переходим к второму этапу по поводу разделение до разделяю властвую давайте я вот эту картинку до бог отделил даже не знаете вот так нет у меня была еще одна вот такая иллюстрация хоть чуть средненько подойдет помните это образные символьно хотя это символизирует по плоти все что мы видим в мироздании видимом мире проходя через грань да мы ведь мы познаем невидимый мир это очень важно понимать все что во мне внутри проходя вот эту вот оболочку до появляется в мир помните бог разделил свет от тьмы это очень важно вот что мы действительно должны разделять и властвовать над чем помните бог каину который шел убивать брата так и сказал да грех лежит при дверях между светом и тьмой не видя очень бесконечно тоненькая грань до образно говоря тьма и свет черное и белое да но ты отдели света тьмы и властвуй разделяя и властвую над чем властвую над над злом ты это только кто то есть господствуй бог сказал каину над ним да грех лежит при дверях тьма всегда где-то вот где нету света до заканчивается его граница ты господствуй над ним ты будучи обладая свободой творить добро и зло твори добро господствуй над собой над злом и добром твори добро не твори зла будь господином своего я своего выбора ты выбираешь это очень важно понять это единственное что должен разделять и властвовать на чем человек над собой над избранием добра и зла в своей жизни ни в каком виде никогда ни при каких условиях обладая полнотой свободы которую человек познает когда достигает познание истины не творить зла это самая первая минимальная планка это вот прям дно царства небесного это прям вот самое ты будешь самым маленьким в царстве небесного ты просто не творишь зло слава твоя будет маленькая ибо звезда от звезды разница во славе как говорил апостол по хочешь быть великим даже на зло всегда в этой жизни отвечать добро будь абсолютной жертвенной любовью в этой матрице в этой школе жизни адской школе жизни где мы познаем всю горечь полноту злодеяний человеческой в этой жизни проявляемые всю доброту всю полноту познанию от этой доброты любви друг другу проявляемый кем-то мы созерцаем сами проявляем кси на себе ощущаем видим ее в других друг другу проявляемые вот вынеси из этой школы жизни правильные из этих уроков правильные выводы и воплотив своей жизни вот единственно что нужно разделять в этой жизни тьму от света добро от зла ненависть от любви и господствовать над злом никогда его не творя и господствуя над добром всегда его творя вот это очень важно понимать ну и по поводу по поводу теперь деятельного этому с вами о теории по поговорили да по поводу деятельного действительно разделение вот этой любви возможно ли она еще в раю господь сотворив все вот это вот мироздание человека сначала весь растительный мир природу да ну создавал вы знаете грудь детским языком бог просто раскрывается я вам сегодня уже даже об этом все равно сказал да бог просто раскрывается всячески во всем то есть так же как мы с вами бог раскрылся в растительном мире да бог раскрывается в животном мире бог раскрывается в ангельском мире до который потом тоже по свободе воли могут становиться бесами бог раз раскрывается в человеке и и какая была единственная заповедь данная в раю не творить зла и сколько можешь творить добра то есть раскрываться возделывать себя и хранить раскрываться в любви и фиксировать эту планку никогда не ниже нее не падать вот от нуля никогда не творить никакого зла в раю надо было как и будет в небесном царстве и возрастай возделывай храни рай своего сердца по сути вся земля и едем это образ человека человек из космос до земля это вот мое тело все что проявляется эдем на востоке это мое сердце вот оттуда и там этот ум человек человек он же мужчина и женщина в одном был создан один человек не два он же мужчина и женщина умное сердце тот кто избирает добро желает добра да вот ты возделывай себя себя возделывай и сохраняй возделал сохранил воздел сохранил расти иди по ступенькам да ну в это небесное царство невозможно было рай никогда бы не стал небесным царством если бы мы не спустились в ад потому что небесное царство это царство она почему выше рая и почему там люди высшего познания и в раю никогда бы человек не научился богоподобие не стал бы богоподобным Потому что в раю не было зла. И познать, что такое жертвенная любовь, любовь всепрощающая, можно было только спустившись на дно ада. Вот этот мир, в принципе, это естественная школа жизни. Мы люди на дно ада просто свалились. Посмотрите, сколько зла мы творим в этом зле. Люди не просто творят добро любящим, всем на свете, даже ближнему, которому ни добра, ни зла, ни дел. В этом мире, в этой школе жизни, адской школе жизни, ужасной. Мы научаемся жертвенной любви. Любви даже ненавидящих нас. Любви врагов. Через это мы восходим на планку Небесного Царства. Там, конечно, уже опять не надо будет. В Небесном Царстве не то, что будут просто такие первые люди, как Адам и Ева. Там, конечно, боги. Там те, кто прошли путь жизни и научились любви даже жертвенной, которые готовы принести себя в жертву, как это сделал Иисус, показав, что Он готов, даже когда Ему зло причиняет, то есть отвечать на зло, добро, Иисус, вися на кресте, будучи распятым и перед этим избитым, за все то добро, сколько Он делал людям, Он все равно их любил и показал это через слово, свою сущность молился за врагов, говоря, «Отче, прости, и мы бы не ведаем, что творят, да?» Это была именно его молитва. Если бы он уста бы не открывал, мы бы не понимали, кто такой бог, какова его сущность. Ну, в делах-то мы могли бы, это и умные люди и так видят без слов, но пока мы еще младенцы во Христе, мы все это созерцали через слова, да? Естественно, это все видно и так в поступках. А видя в нем бога, мы понимаем, что именно он давал своим даже убийцам жизнь и радость, ибо они все потом домой приходили, да, и кушали с удовольствием, и с женами, и с мужьями отдыхали, и с детьми, и с друзьями. Вот мы познаем действительно настоящую жертвенную любовь. Так вот, об этом, конечно, у меня есть тоже отдельное видео о совершенстве любви, именно жертвенной. Но сегодня я вот именно, хоть видите, не могу никогда себя оградить в этих понятиях, сказал об этом. Но, конечно же, сегодня ролик именно о разделении. И вот, пусть последний слайд вот такой будет, очень яркий, да? Как раз мы с вами. Очень хорошие образы. Вот такая земля, да? И за ней картинка идет вот такая. То есть не просто мир создан, а мир – это полнота любви. По поводу любви. Еще раз хочу донести, это простое понятие, вы его поймете, если захотите, если откройте свое сердце истине. Любовь, она одна. Любовь никого, никогда, ни на что не делит. начнем, я говорю, с грубых вещей, она не делит людей там, я говорю, по плоти. Начнем с самых таких вещей простых, я говорю, там, американцы, или китайцы, или русского, да, на рыже-волосовый, или красно-волосовый. Никогда она за это человека не меньше любит, не больше. Я одинаково люблю и рыжих, и блондинов, и блондинок, то есть, и светлого человека, и темного, как хотите. Здесь я даже сейчас не сексуальным подтекстом, поэтому сказал, блондин, не важно, человек. Мне нравились ребята всегда, но я могу мужчину по красоте оценить, точно так же, как и женщину, популярную звезду, или даже своих друзей. Да, у меня были друзья, блондин, мы хоть и русские все, он чисто русский тоже, но я такой достаточно темный, летом только выгораю, да, а он и зимой достаточно светлый, да, вообще, ну, действительно, кто русский, русский, как это называют, русы, да, у нас либо светлый такой немножко цвет, либо как-то, ну, трусый, да, вот, но он прям блондин, да, красавец тоже, мы с ним вместе там, конечно, по девчонкам все это время ходили, да, два высоких таких были, вот, я ему отчасти завидовал, хотя я сам не урод, и сам пользовался популярностью, в принципе, сам себе нравлюсь и русским, но он тоже красавец, он тоже красавчик, я понимал, почему у нас с ним была равная конкуренция, за ним бегали, точно так же, как за мной, мы когда на улицах знакомились, да, выбирали уже, понятно, по внешности мы друг другу не уступали, но мы разные, да, и в принципе, ему нравится, может быть, она мне нравилась, я хотел ее, так скажем, чтобы она была со мной, но она выбирает его, и я понимаю, что тут не прикажешь, уберем даже внутренний мир, да, внешний, действительно, ну, я не такой, я не могу быть им, он другой, вот, и я понимал, что действительно, он тоже красив, да, да возьмите любую звезду, что я не могу оценить, красивого мужчину, вот, поэтому дело сейчас тоже не в этом, вот именно, никогда не делите мужчину и женщину, это все от дьявола, был создан первый человек, мужчина и женщина уже были внутри нем, мы и мужского, и женского у нас есть начало, и по плоти, и по духу, первый человек, говорю, как хотите, хотите был гермафродитом, хотите, наоборот, был бесполым, потому что Бог, ни мужчина, ни женщина, он один, богов не несколько, ни мама, ни папа, ни богата, там, ни богиня, ни божата, да, и нет у них детей, божонков, Бог один, он просто есть, он один, бесполый, как хотите, мы были созданы, был создан один человек, по образу и подобию Богу, на эту тему у меня есть ролик, если напомните, на какой минуте я об этом сказал, чтобы я сюда в подсказку добавил, и в описании роликов, так называется, мужчина и женщина, человек, двоеточие, мужчина и женщина, как так я его назвал, вот, там я об этом всем более подробно, прям по писанию, по первой главе бытия, раскрываю, вот, никогда это не делите, никогда не делите старика и ребенка, это не имеет значения, соседку, или там, постороннего человека, ваших родителей, или еще кого-то, человек, который познал полноту любви, никого никогда не делит, он любит всех одинаково, никогда не делите, дальше идем, да, к боли, как говорят, таким, хотя как раз, казалось бы, к самим безобидным вещам, но для людей очень далекое, никогда не делите, говорю, животных, там, да, давайте так, человека и животное, вот эта дурь, людей, не познавших истину, которые, там, когда веганство проповедуешь, как любовь к животным, что там, православные любят эти, там, кого хочешь есть, только человека не ешь, да, нельзя человека и животного на одну планку ставить, никто ни на какие планки не ставит, любовь, она никого не делит, она, у нее нету весов, я буду вам об этом сегодня толдычить, пока до вас это не дойдет, если вы, конечно, захотите, я насильно все равно это в голову вбить не могу, я лишь могу, да, глаголить, принять или нет, войти в эту дверь, это ваш выбор, человек, познавший истину в полноте любви, он никогда, у него нету весов, у него в мыслях нету вообще на чашу весов, вставить там человека и животного, якобы из любви к человеку, я могу взять зачем-то зарезать животное, принеся его в жертву, там, я не знаю, пожрать его труп, да, еще что-то, это чушь, в животном мире нет никаких домашних, сельскохозяйственных, животных для опытов, животных для шкуры, это все бредни, адские бредни человеков, детей, дьявола, принявших в себя это зло, это сущность зла, это мировоззрение зла, пребывающих во зле и лежащих по духу своему на дне ада, человек, познавший истины, никого никогда не делит, он не делит свинью и собаку, эту можно убивать, эту нельзя, он не делит собаку и комара, этого можно убивать, этого нельзя, познавший любовь человек, раскрывшись в этой полноте любви, у него нет этой чаши весов, он не делит животное или растение, не имеет для него никакого это вообще абсолютно значения, он человека не вешает на одну сторону с весами, на одну чашу весов, не кладет даже, это не важно, травинка это в поле, для человека, познавшего полноту истины, просто так там, для глупости, сорвать там, сломать дерево, или сломать жизнь человеку, одно и то же, это не имеет никакого значения, у него есть только одно значение, любовь, проявляемая в доброте, или ненависть, проявляемая во зле, срубить без надобности, просто так, от злобы дерево, просто так, как мы в детстве что-то там делаем, еще не познавши истину, ради алчности, там все это вырубаем, целыми лесами, чтобы куда-нибудь продать это, не имеет никакого значения для человека, очень часто это говорится в контексте, что вот именно, ты человека обличаешь во зле, якобы бедный, он там сахарный растает, никогда на этот бред не ведитесь, точнее мы все в нем когда-то пребывали, избавьтесь от этого, любовь проявляемая, когда возьмите то же самое веганство, или просто людей даже, я все примеры привожу, один человек избивает другого, вы заступаясь, как раз если вы молчите, или в стороне становитесь, вы соучастники этого зла, только встав между жертвой и насильником, подставив свою, закрыв спиной жертву, заградив ее грудью, поставив грудь перед насильником, принеся себя в жертву пусть даже, потому что вы не убиваете грешника, если вы уничтожаете грешника, вы идете в ад вместе с этим грешником, вы его в ад послали, он же зло творит, вы же говорите, вот он же грешник, он же злодей, убивает, я его убиваю, то есть вы его, он уже в ад отправился, потому что действительно, он просто акта совершить не смог, вы за ним следом отправляетесь, потому что вы этого грешника в ад и отправили, вы не дали ему возможности для покаяния и сами сотворили зло, когда вы приносите себя в жертву, не убивая, а защищая жертву, пусть даже она с топором, этот насильника, вы просто защищать, да, вы физически можете как попытаться сопротивляться, этот ножик там, выбить у него, да, может он образумится говорить, но вы не убивайте, человеку жизнь дана для познания, для покаяния в злодеяниях, если вы его в ад отправляете, вы сами в него, а так, возможно убив вас, у него глаза выкатятся, истина откроется, у него нож сам из руки упадет, он изменится, вы спасете жертву, измените грешника и сами отправитесь в небесное царство, полагая свою жизнь, как учил Иисус, за добро, за любовь, вы совершаете сразу три добрые дела, особенно если вы совершаете жертвенную любовь, а она всегда, это жертвенная любовь, это значит, вы где-то встреваете в зло, вот в это, вот вам живые примеры, специально жизненные примеры привожу, да, пусть даже это один алкаш другого долбит, с животными то же самое, когда там веганов укоряют за то, что вот они там трупожоров, убийц трупожоров обличают, они не делают никакого зла, они проявляют сразу, они, первое, сами страдают, уже себя принося в жертву, думайте, вегану приятно с трупожорами все это биться на себе, все это испытывать, за добро, которое ты творишь, тебя еще обличают, грязью обливают, обсирают, поносит тебя, мог ты убить, вон есть активисты, которые ложились там куда-нибудь под эти скотобойные трейлеры, их там переезжали, да, жизнь готов отдать, вот, он спасает жизнь этому животному, и на самом деле, этого трупожора, убийцу, место которому, в котором он очутится на дне ада, он пытается из этого ада вытащить, вместе с собой, забрав в небесное царство, люди, которые проявляют жертвенную любовь, да, борясь в этом мире, не просто где-то в сторонке сидя там, пусть сами святоши, но ничего не делая, это обычная райская любовь, это состояние первого человека, здесь еще нет ничего великого, просто вернулись в рай, но с этого рая, вы же прошли этот весь ад земной школы жизни, вы должны взойти в небесное царство, взойти туда можно, обрести полноту славы, от которой вы будете в нереальном блаженстве, пребывать с Иисусом Христом, только через жертвенную любовь, никогда не бойтесь вступаться за правду, говорить правду, защищать невинных, да, именно это делает вас богами, самыми настоящими богами, Богом Иисусом Христом, точно таким же, творить добро, и за это добро, конечно, вы будете страдать, но только временно, познайте эту любовь, раскройте ее в себе, научитесь этому, это надо делать постоянно, когда вы поймете, вы будете искать, куда встрять, где бы еще я мог, да, добро это совершить, тебя будет распирать от этой любви, о любви ко всем, о любви к себе, кстати, прежде всего, возлюби ближнего, как самого себя Иисус говорил, да, не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы с тобой поступали, делай то, что хочешь себе, ты поймешь, что я себя люблю, я себя взращиваю, я свой рай возделываю, и сохраняю, и достигаю богоподобия, конечно, я себя люблю, значит, я буду это делать, получается, я люблю жертву, защищаю ее, и я люблю этого негодяя, сейчас врага, да, вразумляй его, обличай его, ему себя в жертву принося, показывая, что я готов, он забирает жизнь, а я готов свою отдать, полный антипод, у человека могут встать мозги на месте, да, жертва Христова, любой подвиг святого человека, немногих отрезвляет, но есть кто отрезвляется, и ради этих людей, мы и стараемся, кто любит, не хочет быть один в небесном царстве, или двоем, или троем, ему всегда будет мало, Бог бесконечен, у любви нет границ, он хочет, чтобы все мироздание было в небесном царстве, чтобы каждый покаялся, не бывает там много людей, и он не жадный, это очень важно понять, вот это все, никого Бог не разделяет, все то же самое, что относительно родителей, и уже ближе к делам, вот многие этого не понимают, там, да как я могу там своего ребенка меньше, или там чужого больше любить, вы поймите, в делах, конечно же, любовь проявляется по-разному, по поводу, вернее, еще раз, тогда и в делах, то, что, конечно, любовь даже к человеку по-разному проявляется, если я взрослый человек, мужчина, там, со взрослой женщиной, занимаюсь там еще сексом, как проявлением любви, получением удовольствия, то любя ребенка, своего, чужого, неважно, там, до уровня полового созревания, психического, не только физического, конечно же, я не проявляю таким образом свою любовь, если к ребенку это ненормально, то к взрослому человеку, как раз ненормально, как говорят, если ты его любишь, он тебе нравится, и вы почему-то, мы друг другу претензии предъявляем, что ты меня, почему мы с тобой, да, радостями, сексом не занимаемся, получаем удовольствие, ты что, меня не любишь, мы наоборот предъявляем, это очень важно, к ребенку, естественно, другая любовь, в другом проявляется, вот, к животному то же самое, если к животному действительно достаточно, там, ну, вообще животные в мире самодостаточные, ну, там, погладил, и все, мы даже с ними, по сути-то, не разговариваем, кто-то там может разговаривать, да, вот, то ребенка ты еще воспитываешь, животное не требует воспитания, особенно, которое было от начала все в раю, да, вот, человека мы воспитываем, того же самого ребенка, если ты не будешь заниматься воспитанием, тебе скажут, что это плохо, да, это очень важно, поэтому, любовь-то одна, абсолютно одна, она по-разному просто проявляется, вот и все, но она одна, я говорю, по сути, даже к животным, наше дело просто к ним не приставать, в смысле, не мучить их, мы, весь животный мир, он самодостаточный был, Бог так все придумал, он не нуждался в нам, где есть нужда, там нету истины, там нет Бога, там нет свободы, нет радости, вот, это мы сейчас все придумали, мы сами весь животный мир с растительным в ад загнали, в свой, да, и адом его сделали, и ужасом, да, и теперь якобы пытаемся, мы за добродетель выдаем то, что мы просто из того ада, в котором мы находимся, пытаемся хоть какую-то иллюзию рая создать, потерянного, потерянного, да, каждый где-то на своем участочке, или еще что-то, так что вот так вот, любовь-то она одна, конечно, она по-разному, к разным объектам любви проявляется, есть материя, так скажем, много сегодня говорили, а более того, даже растительная, все-таки живая такая природа, более-менее, хотя она не имеет души, то есть этих чувств, да, на самом деле дерево-то можно подстрогать, опиливать, делать красивым, природа, земля, через растение не страдает, точно так же мы не страдаем, когда нас подстригают, мы не чувствуем боли, ноготочки там стригут, да, но срубать дерево просто так, из-за похоти, это зло, вот, есть вообще мир, так скажем, материи, хотя все из земли, это все понятно, любые вещи, просто даже те же самые вещи, вообще весов у любви не существует, я люблю и дом свой, там, и машину, и квартиру, и вещь какую-то, говорю, я люблю ее, да, я ношу ее, она мне нравится, она красива, я человека люблю со всеми этими вещами, понятно, что человек это один и тот же, но он сегодня в это оделся, он красивый, завтра другой тоже красивый, он изменился, я люблю этого человека, но я его люблю еще вместе с этой вещью, и эту вещь, и эту вещь на нем люблю я, мы любим и пищу разную, и чай, и кофе, там, мандарины, апельсины, ну, как можно вешать на чаше весов персик или ананас, да, и то, и то, и то прекрасно, и вкусно, и то, и то, ни от чего не хочется ни терять, ни отказываться, если бы тебе якобы там Бог на чаше весов предложил, от чего готов в этой жизни отказываться, а зачем? Вот это очень важное понимание, и по поводу вот этой любви, якобы невозможно, тоже меня там уверяют, что любить всех одинаково, вы поймите, внешнее проявление, просто вот мы там, мы всегда, мы живем в пространственном временном измерении, в этой ограниченной матрице, мы по плоти контактируем, порой с очень небольшим количеством тех же самых людей, предметов, животных, я говорю тех же самых, расти природы, да, ты не можешь загрязнять океан, возможно только потому, или наоборот, как-то его очищать, только потому, что ты живешь, где его нету, там максимум речки, ты можешь как раз речку загрязнять, или наоборот там очищать, и как-то о природе заботиться, там собирать этот мусор за негодяями, да, сам естественно не творя зла, я говорю, сколько можешь жертвенной любовью, ты за кого ты это делаешь, тратишь свое время, в жертву приносишь, и чужое говно подбираешь, обличай их в этом, не просто молча, если знаешь, кто это сделал, прям тут же можно тыкать, на его глазах все это сделать, это будет их обличать, твой пример святости, да, тебе за это могут башку оторвать, но в этом суть этой матрицы, в которой мы временно пребываем, да, вот, и поэтому вы просто не путайте, то, что любовь это проявляется в делах, просто по-разному, вот и все, кажется, как я там могу все это любить, это элементарно, в Царстве Небесном, Иисус прямо сказал, нет ни мужского, ни женского пола, да, никого там нету, ни млада, ни стара, да, все там одинаковы, в этом плане, при всех различиях, мы все уникальны, вот, но вот эти вот развлечения, ты можешь там меняться, ты можешь меняться так, что ты будешь, может быть, образ такой старости, мудрости принимать, я вам уже об этом говорил, ты можешь бежать, и тут же стать леопардом, да, прыгая в воду, тут же превратиться в окунечка, вот, и проплыть, это просто радость, тут же выпрыгнуть, и птицей, и орлом полететь, это просто радость жизни, и трансформация форм, вот и все, ни хуже, ни лучше, они просто разные, вот, и поэтому просто наше естественность, наша любовь проявляется по-разному, и вы скажете, ой, ну своей матери там, или ребенку ты дашь 100 тысяч, а вот соседке не дашь, вы поймите тоже, это, кстати, корень того, что ты как бы матери там даешь, если ты, если вы достигли познания истины даже, и кому-то внешне покажется, вот, я про себя тоже всегда говорю, когда что-то говорю, все, кто меня давно знает, и я об этом говорю, я всегда говорю все от опыта, если я не этого делаю, очень редко бывает, я об этом прямо заявляю, что вот там, ну, вот я там не сделал еще заповедник для пчел, не знаю там, как это все, да, на своем участке, такую любвеобильную био, создать эту гармонию, там, да, можно ли там сколько у них чуть-чуть брать, когда они там оставляют, или перезимуют, вот, это редкие вещи, это все я говорю вам от опыта, очень часто, особенно от взаимоотношения, все вот это любви к человеку, к животным таким, крупных, так скажем, все-таки там с насеком, вообще почти ничего не понятно, они от нас вообще никак не зависят, почему я и говорю, вот, по поводу человека, вы, говорю, просто добро, любовь, это доброта, а доброта, не всегда, что мы делаем кому-то, это является добром, поэтому, мы очень часто, когда кому-то что-то не делаем, мы не делаем просто от незнания, потому что, конечно, взять просто так на улице встречном, там, допустим, отдать 100 тысяч, который у тебя последний, может, ты там копил, да, вот, одно дело, отдача, которому ты знаешь, что это проблема, когда я помогаю, кто знает, ко мне там обращались с нуждами, я всегда старался выяснить, реально ли это человек, я перехожу на странички, просил записать ролики, может быть, личные, вы сами обратитесь, я передам, я у себя сделаю видео, пусть люди вас увидят, чтобы доверились, вот, никто не будет сейчас столько мошенничества, там, просто на обычный пост, какой-то словесный, реагировать, и правильно не будет, я и сам такой, а сколько мне писали, или под моим роликом в комментариях надо пишут, вот, там нужна помощь, переходишь, ничего на этом, и понимаешь, что это, наверное, скорее всего, мошенники, я даже удаляю эти комментарии, потому что, кто хотел бы, как бы раскрылся, как-нибудь, а если там нет такой открытости, ну, а что ты хочешь в ответ, ну, кто будет просто так страдать, одно дело страдать ради истины, ты реально видишь, вот, зло, вот, зло, вот, добро, и ты приносишь себя в жизни, кто просто так, ничего не видя, встанет, да, под самосвал какой-нибудь, под трактор, зачем, чтобы тебя раздавило, одно дело, сзади тебя, да, ребенок, природа, животное, ты там защищаешь, люди, активисты, что только не вытворяют, вот, на какие только действительно не готовы жертвы, в каких формах, чтобы защитить зло, а другое дело, взади никого нет, ну, зачем просто так, тебе скажут, идиот, и здесь то же самое, это тоже не путайте, я говорю, просто близких людей, мы знаем хорошо, когда тебе звонит там отец, и ты знаешь, может быть, нужду, веришь этому человеку, ты просто знаешь, другое дело, тебе дядя Степа звонит, другое дело, какой-нибудь пост в интернете, просто мельком идет в ленте, и может быть, ты даже заходишь, и он тебя не уверяет, ты видишь подозрения, ты видишь неоткрытость, полноты информации, пересылок, чего-то там, непонятно, видно, что это анкета такая, состряпанная на скорую руку, нет глубоко проникнуть, нельзя найти этого человека, нельзя ему позвонить, нет контактов таких живых, есть только номера карточек, это нормально, вот почему иногда, я говорю, те, кто достигли полноты истины, сейчас я к ним уже обращаюсь, никогда этим не смущайтесь вещами, мы иногда не творим, как якобы добро, не всем тут готовы все раздать, только потому, что мы действительно не убеждены, в том, что это доброе дело, потому, что быть просто разведенным, мошенником, ты потом узнаешь об этом, ты просто будешь страдать, вот и все, потому, что искренне любящее сердце, познавшее полноту истины, данную рубашку последнее, действительно, снимет, если знает, что в этом есть нужда, просто мы этого не видим, очень часто, вот, иногда у нас просто нет возможности, у нас и для своих детей нет, откуда люди, почему люди смс-ками собирают, у них нет возможности, вот именно, точно так же, и мы даже не можем помочь, да у нас у самих ничего порой уже нету, и у нас столько страданий в мире, что нас на всех просто не хватает, ну что я последний кусок хлеба у ребенка оторву, а у меня бы их два было, но я бы все равно, к сожалению, я говорю, мы живем вот в этом мире ада, здесь очень много страданий, многие из них заслужены, там, да, мы перевоплощаемся, как говорят, карма, там, да, мы действительно проходим школу жизни, которую сами, может, кому-то зло творили, да, сами больных не любили, действительно, унижали, может, кому-то зло причиняли, тогда мы сами все это в себе познаем, это тоже очень важно, вот, поэтому я говорю, для тех уже, кто действительно сердце свое открыл, для полноты истины, я вот это все и говорю, как утешение, как утверждение в этой истине, потому что можно, как иногда, тоже думая, что я не могу достигнуть, отворачиваться от того, что достигли, ни в коем случае этого не делайте, вот, если ваше сердце открыто, вы всегда знаете, где там добро, и никогда уже не смущаетесь, да, вот, это очень важно, вот, только поэтому, если вы узнаете, что у соседки реальное там горе, вы ей точно так же, как и своей матери поможете, точно так же будете ухаживать, вот, я говорю, очень часто мы этого не делаем, и по плоти, я говорю, мы не можем просто, мы не можем всем внимания уделить, кто знает, я про себя рассказывал, я никогда не поддерживаю, каких-то там, знаете, старых связей, кто-то там с какими-то, помню, до покаяния я рассказывал, у меня были друзья, он там с кем-то, с какой-нибудь девчонкой повстречается, потом с ней вечно, что-то там, поддержит контакт, у них опять эти шуры-муры, они возвращаются, они там, что-то все это, канитель идет, я никогда не поддерживал связи, сколько я, где вы знаете, я не проработал всю свою жизнь, как это говорят в советское время, с одной записью в трудовой книжке, где и только не бывал, да у меня бы было знакомых, знаете, телефонов, вернее, в записной книжке, что мне, каждому звонить там, на какой-то праздник поздравлять, или у каждого спрашивать, как дела, ты по плоти не можешь, вот, когда я стал проповедовать в интернете, я отвечать стараюсь всем, но действительно, вас у меня, по сути, больше, чем меня у вас, может, даже таких же есть, какие-то там, так назовем, хоть у меня там и маленькая известность, но все-таки, да, веду какую-то публичную деятельность, сами понимаете, вот, и, конечно, меня на всех тоже не хватает, вот, такое тоже бывает, в этом плане, что же сказать, что я не люблю, и многие мне, конечно, за это тычут, я говорю, слушай, я не могу всем одно и то же, бывает, и отвечать, и близкое общение все равно вести, вот, я все взвешиваю, точно так же в этом плане, в жизни и деятельности, вся наша жизнь, я говорю, это весы, наоборот, видите, в противовес, вся наша жизнь, все наши поступки, это выбор, вот, все весы, поехать сейчас в магазин, пойти или не пойти, это уже мое решение, это выбор, что я сейчас буду делать, то-то или то-то, даже яблоко съесть, это ваш выбор, да, вся наша жизнь, это весы, деятельного выбора, это очень важно, сущностная внутренняя природа, и о ее проявлении, тем более в ограниченном пространственном временном измерении, в той матрице, школе жизни, познания всего, всего, ужаса, ада, да, и радости, добра, рая, вот, здесь, конечно, по плоти мы ограничены, этим ни в коем случае не надо ни терзаться, ни смущаться, вот, вы сами в себе знаете ответ, вы сами знаете свой уровень, до чего вы достигли, до какой полноты, вы сами знаете, как вы мыслите, заметьте, Иисус говорил по блодам, плоды этой слова, дела человеческие, да, узнаете их, заметьте, если я об этом говорю, от избытка сердца, Иисус говорил, говорят уста, я же об этом не говорил, там, 20 лет назад до покаяния, образно говоря, то есть, это очень важно понимать, и вы сами по себе судьте, как вы относитесь к людям, откиньте все, вы никому ничего не должны, вы никому-то ответьте, даже не Богу себе, вот и все, будьте просто честны с собой, вы достигли этого, вы действительно стали так мыслить, стали так поступать, сначала стали желать этого, и сейчас желайте, действительно понимаете, что это здорово, вы приняли, что Бог есть, Он есть абсолютная любовь, что закон блага бытия, счастливая жизнь, возможно, только, при том условии, если все, все мироздание, любит друг другу, а любовь, это никакого никогда причинения зла, и сколько можно причинения, такое слово, да, не причинения, а доставления, наслаждения, то есть, через это радости и счастья, вот и все, и в жизни это понять, очень легко в деятельности, в деятельной, поступай с другим так, как ты хочешь, поступай с тобой, и не поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы не поступали с тобой, другими словами, Иисус сказал, люби ближнего, ближнего, тоже дал понятие, вот все сводит, вот к такому, не к Иисусу его понятия, он прямо дал понять, это все, что над пути твоей жизни встречается, вот, в твоей жизни, вот все тебе близкое, да, человек, животное, растение, важное, притчу про человека, рассказал, не суть важна, вот, люби ближнего, люби мироздание, как самого себя, это все одно и то же, два раза Иисус сказал, а с двух сторон, об одной и той же вещах, об одном, один и тот же смысл, двумя разными фразами, вот и все, вот такое вот видео, я надеюсь, что оно вам помогло, кого-то что-то новое открыло, и он двинется, кто-то на середине пути, и дальше пойдет, да, вдохновившись, кто-то уже при дверях, кого-то я подтолкнул, это небесное царство, он уже смело шагнет, и не бойтесь никогда, как я говорю, уж поставьте, если на чашу весов, как вешают, знаете, да, если вещи не разные, сюда гирьки подставляют, то есть, если уж у вас и стоит на чашу весов, там, ваша мама и соседка, и вот так вот перевешивает ваша мама, да, то уж вы будьте любезны, сюда гирьки божьей любви довесьте, чтобы все это уравнять, тогда вы познаете полноту, у вас вот так вот человек и животное, будьте любезны, вот так вот взвесьте это, вот, а потом вообще уничтожьте эти весы, нет никаких весов в любви, она никого ни на что не разделяет, только отделяет тьму от света, добро от зла, ненависть от любви, свет от тьмы, горько от сладкого, только это ты в своем сердце, в своем эдеме земли, да, праха и в прах возвращающийся, ты возделываешь этот рай, это небесное царство, и сохраняешь его в себе, это непадательное состояние, есть такое в ортодоксе, в псевдо-христианской понятии, вот чего ты должен достиг, богоподобие, ты остаешься свободным, но никогда не делаешь зла, ты видишь различия, отличия красоту, но не разделяешь, это очень важное понимание, вот, уж закончу, наверное, кто знает, да, там, есть в ортодоксе, в псевдо-христианской, православии, католицизме, да и протестантизме, отголосками, что вот якобы отделяет там, человек от зла, там, у них есть правильные мысли, но порой потом считаешь, что эти мысли как трактуются, и куда эти фразы впихиваются, в общий какой-нибудь труд, там, так называемого святого, то диву просто даешься, и более того, одно дело красивые словеса, я такое знаю, а другое дело потом читаешь жизнь святому, как он словеса-то красивые говорил, а сами спокойненько на инквизиции людей сжигали, это реально так, или голову рубили, монахов своих же гнобили, там, языки, руки, ноги им отрезали, вот, на словах там, соловьиные песни пели, а на делах потом смотришь, вот, конечно же, отделяй грех от грешника, мысль-то правильная, там она есть в ортодоксии, вот, но это когда ее только вырываешь из всего этого болеводского контекста ортодоксии, да, потому что что там потом с этим связано, да, поэтому в этом плане, ты в уме своем должен опять, я говорю, это разделить тьму от света, ты понимаешь, что этот человек, но это он сейчас творит зло, но только сейчас, и только потому, что он его творит, но человека ты отделил, и человека ты любишь, но любишь, как я говорил, и ты не гладишь грешника по головке, а любовь твоя к нему проявится, если ты обличишь его, видишь, человек, мы, обличи его, засвидетельствуй ему то зло, которое он действует со стороны, и я всегда говорю слушайте почему-то когда касается реальной жизни у нас вроде есть мозги как только вот что такого касаясь как философии коснулась все у нас мозги пропали рассуждения да слушать но почему детям когда вот даже вы ждите обличаете вот он какой-то зло сделал что-то нехорошее вы сразу говорите вплоть уроком жизни там каким-то наказанием даете понять если есть возможность бумерангом если нет через какие-то другие вещи да вот по сути когда он что-то разбил его там в угол стать не то что он там как совместить он должен склеить но склеить уже невозможно работать он очень не может пусть вот в углу постоит поймешь что это вот трудом достигается да сейчас вместо наслаждения каких-то там поиграться стоит в углу ничего не делает еще и мучается ножки устали уже дайте ему просто понять что до мама за это поработала и ножки у нее вставали на работе когда на тарелку батра числа он взял просто так начинает там колошматить не случайно конечно разбила может быть пытается что-то своим юношеским максимализмом доказать там или еще что-то да или капризничает уже такой подобный ребенок какой-то мне не знаю вот то есть мы же почему-то учим со взрослыми все то же самое когда-то апостол павел хорошую вещь сказал плотский не судит ни о чем духовный судит обо всем не бойтесь своей всегда святости и праведности не бойтесь своего духовного возраста когда вам будет тыкать за то что вот вы тут что-то там да кто-то есть то всегда имейте ввиду пример того же самого христа бог явившегося во платье бога любви явившегося во платье он этим целыми днями занимался в этом была его любовь вот если вы достигли этого как вы будете сами павел хорошо писал это с мы сами себя судили не были посудимы от бога вы сами-то все рассуждаете кто вы на каком уровне а как вы себя будете оценивать да я добро творю или зло я грех делали нет на какой уровень я поднялся далек ли я от того уровня который на котором как иисус сказал каждый ученик должен стать как его учитель и довольны с него вот это очень важно поэтому рассуждать о себе и я говорю вот эти я надеюсь что у вас через эти мои слова через мою жизнь уж я вам прямо свидетельствую что у меня этого разделения нету да кто со мной общается вы слышите этот словах а кто лично то знает я всегда говорил у меня от юности не было какой-то особой любви к родителям да вот что что я их разделял как то что вот есть они а есть какие другие дяди и тети нет я понимал да и еще хорошо в конце ролики не все длинные хотя я чё-то стал в час сюда укладываться а любви к врагам или вот и любви так я тоже есть отдельные ролики найдите там загуглите на моем канале если хотите пишите в комментарии дам прямые ссылки не путайте о том что любовь к любящим и и я и когда вас любит вы испытываете теплые чувства в ответ на любовь нам что-то сделали нас поголовки погладили нам уже приятно мне внутри начинает вырабатываться не суть там что важно какие эти гормоны радости мне просто кайфовы и у меня ответ на теплые чувства к этому человеку конечно когда меня бьют по голове мне ответная внутри конечно ненависть почему ненависть чего зла от этого я не могу любить зло она сейчас неотделим от человека по сути я не люблю его естественно по плоти но вот им когда вы дойдете до того что я по духу да я не буду сидеть вреда то бей меня дальше да я ж тебя люблю бебни нет нет ты будешь защищаться греть не за что ты бьешь меня ты будешь человеку предъявлять обличать его мне больно не делай мне зла это как раз нормально если вы это не делаете вы есть такое понятие мазохист якобы человек который испытывает от боли удовольствие на самом деле таких людей не существует это все знаете из области там какой-то извращенной психологии сексуальных там этих каких-то трактатов где там якобы какой-то мазохизм есть там игрушки все это чепуха это все до уровне да и все это на уровне игрушка и это больных людей в основном вот никто из человек никакой от боли до никогда не будет испытывать удовольствие все это все когда человек у него едет там все по крыше до до этого доходит на самом деле жизнь это полнота радости это радость от радости от наслаждения от наслаждения вот боль никогда не может причинять никакие наслаждения вот так вот и поэтому все это очень легко это очень просто если вы не любите все одинаково вот так вот не в делах а вот по сознание ваше всего кого-то делите если вы к чужим детям несправедливо своего готова за говно по головке гладить вы не познали истину вас нет полноты если вы разделяете все вот это это очень это вы не достигли и не достигнете и будьте несчастны не важно что тут животное человек какой человек это не имеет никакого значения а любовь вот это теплое чувство тоже не путайте не количество дел проявляемых просто к людям по сути близких с вам находящихся ваших детей там или еще и вот этой теплоты что вы взамен особенностям у людей действительно любовь ну бог попустил у вас в этой жизни там счастливые отношения с кем-то с мужчиной женщиной с детьми с родителем может быть вот и все и все это естественно в делах в правильных проявляется просто радость жизни это надо принимать как факт вот и все причем как нормальное течение жизни в небесном царстве вот но это никак не говорит что вы если вы понимаете в душе что это никак не говорит что я люблю больше когда завтра все грешники все ваши соседки все животные все этот весь мир станет цветы вы полюбите всех конечно злого человека любить тепла тупо той чувств невозможно но когда он станет таким же в него влюбитесь потом почему потому что когда он станет любовью это любовь будет проявляться в делах и он вам будет проявлять то любовь и вы тоже к нему начнете поиспытывать чувства это очень важно понимать или сейчас мы я уж сколько вот это все пережил губина и уже устали я надеюсь всем вам желаю от чистого сердца чтобы вы до всего этого доросли это сделает его это освободит вас как иисус говорил да истина это истина полноты любви вот вы настолько расширите свое сердце разорвете в хорошем смысле в нем не будет предела вы поймете что такое вы вы просто взлетите как хотите хотите увидеть в небесное царство поймете что это такое это где все любят друг друга это где нет никаких разделений нет никаких страхов очень часто перед своим родителям и заметьте мы даже в этом испытываем страх мы испытываем страх что если я кому-то окажу знак внимания дело любви там муж пойдет соседки розетку починить жена на говно и зайдется от ревности он и зайдется от ревности если она там кому-то на работе может одинокому инвалиду знаю ему нужду приготовить там будет ужин готовить может ну муж дома будет приносить до до моревнуем когда там может жена любвеобильная каким-то детям помогает да еще кроме своих а что ты там ходишь они тебе нужны до трупажоры ненавидят веганов за то что они любят животных эту любовь деятельно проявляют да и так во все вы когда познаете этот ужас того что люди вот это не понимают и естественно это в жизни проявляется это не любовь в таких вот вещах и вы познаете радость полноты истины когда везде и всюду любовь когда ты не то что орешь на нее что она там или он пошел доброе дело какой-то соседки или соседу она там сделала ты сам еще пойдешь и сделаешь там все поможешь ну что там получилось может что надо давай чуть купим чё там да вот она любовь ты ни над кем не господствуешь ты сам ни у кого в рабстве не находишься и ни над кем не господствуешь любовь и господство несовместимые вещи порабощения ты никого не то что не пытаешься поработить ты живешь так и и любишь людей так не делая их своими рабами вот я учитель вы знаете дамы свидетельство как из угол моего учительства моя деятельность иисус программ не называйте учителя я не называюсь учителем тех кто меня таким не почитает но кто-то меня таким почитает иисус никогда не был против игры и свидетельство это моя жизнедеятельность я не навязываюсь но кто избирает меня своим учителем я в лепешку разбиваюсь и я умываю ноги я пытаюсь показать всю вот эту вот полноты любви я всегда пытаюсь понять что вы не ниже меня я всегда им это говорю мы и я не выше и не ниже вас умоление иисуса до того что он умыл ноги это было дело любовь любовь и она не унижает человека я не ниже и не выше мы равны мы друзья мы братья и сестры тот кто избирает меня учителем как раз тот познает что оказывается он не мой ученик а он не ровня оказывается тут же он думает что пришел ко мне учиться оказалось он и научился по знанию через тем что узнал что он мне ровнее сразу возвысился до этого и этому научился так вот как надо жить все эти гуры где там кому-то кланяется кто со мной лично близко общается до приходит ко мне не с гадостью не с мечом под запазухой там втираясь сначала любовью потом колет меня вот тот знает все это вот но вы посмотрите на как внешне вел себя иисус противящимся это тоже очень важно поэтому я не могу перед ними вылизывать иисус не умывал ноги своим убийцам это очень важно да он любил их проявлял любовь свою вот этими обличениями за что вы хотите убить меня вы все вкусите все зло которое вы делали от убийства авеля до крови захарии вся кровь придет за все ответите это очень важно все вот это понимать это именно любовь это любовь никого ни на кого не делит у меня нет ни мужского ни женского не 16 тебе или 40 лет я никогда не тычу кто ко мне приходит сколько тебе лет какой-то опыт жизни может он древнее меня душа просто ему сейчас 16 вот мы можем по плоти рассуждать мы можем на возраст я конечно тоже будет обращаю внимание вот но я это не делаю выше я просто из-за того какие-то выводы делать просто практически жизненные вот абсолютное равенство абсолютный ничего в мире нету ниже или выше любовь еще раз последний раз говорю она никого ни на что не вешает ни на каких весах не разделяет она всем ко всем одинаково я люблю я лишь проявляю всегда свою любовь по-разному к разным объектам любви в этом в этой матрице эти объекты в разном состоянии находится поэтому дела любви они разные но любовь она одна и любовь это тебе в самом доказать что ты любишь и когда твоя цель этого дела вот даже обличение изменить человека не просто даже тыкнуть да а именно открыть ему истину показать ему зло и добро в этом плане донести до него это что сделается он познавшим истину в мире больше света тебе же он нужен вы вместе уже будете светить еще больше света будет обличающий тьму и так и так далее цель какая все у любого добра добро ты от зла легко отличить мое дело какая у меня цель добро сделать этому человеку или зло за радость ему причинить или страдания через боль соответственно или наслаждение вот и все вот такое вот мое видео надеюсь вам оно было полезно если так обязательно лепите лайки творите добро давайте вместе все это делать каждый служит своим делом нет у вас дара слова давайте вместе хотя бы такими вещами помогать и распространяйте эти видео не стесняйтесь делиться я заметил что моими роликами никто не хочет делиться да это удивительно казалось бы как мы хотим сделать мир светлее вот но у кого и желание делитесь именно своих ресурсах мы хотим сделать мир светлее ничего и не делаем мы хотим чтобы он сам по щелчку пальца вдруг превратился в небесное царство этому не бывать вся моя деятельность такой же жертвенный труд до моей жизни сопровождаюсь такими же скорбями как иисус сказал несением креста потому что доброго ты за это получаешь немного порой конечно есть люди любящие меня проявляющие любовь это конечно безусловно но на другой чаше весов столько же и зла да так что вот так вот но приходится немножко пострадать зато я вам сам свидетельствую на себе познал что такое настоящая любовь жертвенная любовь который я не знал до покаяния в свое время до теперь я понимаю что это такое вот понимаю что это конечно временно страдать всегда невозможно когда мы все покаемся тогда будет вечное счастье там уже не надо быть но этот опыт пережитые в тебе раскрывшись природа с тобой останется веки вечный а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok